у нас есть статистические данные которые показывают какие инциденты пришли какие ушли и основная сейчас проблема это так называемых активисты например в 90-х годах начале двух тысячных годов есть такое понятие кибернетическая компьютерная преступность и если мы вспомним историю 80 90-х годов то там хакеры такой романтик с анджелиной джоли в бассейне вот это все соответственно о том что это на самом деле угроза которая несет огромный ущерб денежном эквиваленте об этом никто не думал и соответственно начале годов у нас появляется настоящая преступность которая начинает использовать навыки технических специалистов для того чтобы незаконно обогащаться если мы посмотрим на все инциденты которые случились в россии двадцать втором году то мы поймем что практически ни одного инцидента ради выгоды и нету ну то есть просто простой пример есть такой метод зарабатывания денег когда попадают хакеров сеть и начинает шифровать блокирует доступ к бухгалтерии например финансовым каким-то документ вообще к документам и начинает требовать выкуп за ключ для расшифровки сейчас по нашим данным практически все случаи с такими шифровальщиками они блокируют доступ компания останавливается любую деятельность но деньги они не требуют причем если посмотреть внутрях то во первых обычно оставляет там свяжитесь с нами чтобы мы вам выдали ключ для расшифровки такого сообщения просто нету другой вариант что способ которым шифруются данные он просто не подразумевает расшифровку просто технически нельзя поэтому у нас сейчас это дело с хакерами которые не преследуют интересы незаконного обогащения а используют они свои навыки только для высказывания своей политической точки зрения все точка и это касается и ddos атак это касается вредоносных программ освещения это касается и спам рассылок и это основная история 2022 года лаборатория коспельская международная компания и я как специалист который занимается реагирование на инциденты которые путешествуют очень много я скажу так то что российская информационная безопасность находится на очень высоком уровне но я например человек который ездил на инцидент в бангладеш и поверьте мне у нас очень хорошая информационная безопасность если сравнивать с другими компаниями в других странах российские технологии именно софтверные статус программистки они находятся на очень высоком уровне и собственно говоря наш бизнес во всем мире лаборатории коспельской успешные он собственно говоря это доказывает у нас есть некие проблемы железом и эти проблемы они появились не вчера десятилетиями так развивалась и поэтому все что касается железного обеспечения скажем так информационной безопасности это правда технологий которые могли бы конкурировать с другими странами россии сейчас все очень надеются на импортозамещение сейчас очень все надеются на то что наконец-то у нас появятся какие-то альтернативы но к сожалению выбирать между там востоком и западом у нас сейчас только такой выбор альтернативы российской нету что делать делать то что умеешь и в частности у нас есть мы говорим про нашу компанию то мы делаем все-таки большую ставку именно на софтварную составляющую программистку а не на железо потому что ожидать железо уж хакеры составиться уже динцидентов будет столько если ничего не делать поэтому скажу так что что мы надеемся и любим свою информационную безопасность в частности программы как это называется культурную отмену то попало очень много специалистов ну и в частности есть очень жестокие примеры есть более-менее когда ну отключили церт который как раз ребят который занимается выездными предприятиями реагируемые инциденты объекты промышленности но отключили от ферста то есть это от группы рассылки где многие такие команды делятся между собой информацией об инцидентах в принципе отключили отключили формально ничего страшного не случилось если мы говорим про как бы вообще относительно действий безопасного скажем так коллег по цехам с других стран то там очень большая культура отмена в частности например очень многие западные компании которые занимаются информационной безопасностью просто блокируют доступ к своим сайтам к своим ресурсам любых пользователей из россии если раньше ты мог совершенно спокойно почитать хотя бы аналитику хотя бы просто статью западного ибо вендора то сейчас ты не может это сделать понятное дело что ты можешь использовать vpn ты можешь использовать другие средства для получения информации но формально официально у тебя ты попадаешь некую такую культуру отмены с точки зрения технического специалиста все действия которые мы производим после 24 февраля это шаг вперед и объясню почему 23 февраля 22 года когда случился какой-то инцидент ну появились телеграм-канале какие-то там персональные данные какой-то компании сотрудников то и что и собственно говоря компании очень часто могли просто забить на этот инцидент наступает 24 февраля точно такой же инцидент например происходит 25 и никто уже забивать не будет любой инцидент должен быть расследован люди которые допустили должны быть найдены все обстоятельства инцидента должны быть установлены это по всем компаниям которые занимаются подобными работами все ведет всплеск и этот всплеск вызван не том что инцидента физически стало больше нет они как как были так и есть но реагировали на них стало больше и забить и скажем так найти инцидента стало меньше на мой взгляд это хорошо я вообще за магнитку я там регулярно бываю и я считаю что магнитогорскую быть самая ценность любого выездного мероприятия это на мой взгляд неформальное общение понятно что можно с большой трибуны объявлять какие-то вопросы которые совместно должны быть решены на этом мероприятии чтобы принять резолюцию какую-нибудь такую которую все члены форума должны подписать и прочее это на самом деле да есть важные вопросы в частности например та же самая портозамещение в частности вопросы там опять же подготовки кадров кадрового голода ну то есть это такие высокоуровневые проблемы которые взялись во-первых не в первый год но который в последний год стал очень насущный но самое главное это то что есть место куда загоняет несколько сотен человек которые обмениваются информации кулуарно не с трибуны без как-то официальных точек зрения без пресс-релизов а просто говорят правду а